Ульяйна Рубьерн Данину нужны в окружении люди, на которых он мог бы положиться на все сто. Поэтому перед олимпийским сезоном он назначил своим личным тренером по стрельбе Улу Люнде, бывшего в 80-е годы руководителем биатлонной сборной. Люнде был и руководителем сборной и стрелковым тренером биатлонистов. К тому же он комментировал на телеканале НРК гонки Кубка мира и крупные соревнования. Ула Люнде словно всегда был в этой среде. «Я могу открыто говорить с Улой, что бы я ни сказал, я знаю, это останется между нами. Он давно меня знает и в хорошие, и в плохие дни», — говорит Ульяйна Рубьерн. Люнде — создатель системы и гораздо больше, чем сам Ульяйна Рубьерн. Ула Люнде подмечал все, что только можно, и когда Ульяйна Рубьерн заходил в тупик, Люнде помогал ему снова выйти на верный путь. «Ула знает обо всем, над чем я годами работал, поэтому он может скорректировать мою стрельбу лучше, чем большинство других», — говорит Ульяйна Рубьерн. Ульяйна Рубьерн и Люнде сотрудничали напряженно, настолько, что порой надоедали друг другу. Но Ульяйна Рубьерн так с большинством тех, кем он себя окружил, это так напряженно, что иногда нужны долгие перерывы, прежде чем снова можно будет встретиться. Перед Олимпийскими играми Ульяйна тренировался вместе с Улой Люнде 50-60 дней, и Люнде смог подогреть интерес к стрельбе. Но позже Ульяйна Рубьерн решил, что и этого мало. В Тоблухе, где Ульяйна Рубьерн живет несколько месяцев в году, они с Улой делали по несколько десятидневных подходов, и это было одно из самых безумных идей, что Ульяйна Рубьерн осуществил. Каждый день три физических тренировки и три стрелковых. Телефоны на весь день выключены, а не только вдвоем. Тренировки начинаются в 7 утра, и два этих господина расходятся лишь к ночи после встречи и хорошего обеда, оба полностью вымотанные. Мы отметили такой прогресс в кучности стрельбы, которому я раньше и близок не был. Пульсы во время соревнований 180-185, но на наших тренировках я стрелял на пульсы 190-200. Это было так утомительно для головы, что больше всего хотелось сломать винтовку. Ты так выматываешься, но ты должен работать. Все совершенно по-сумасшедшему, говорит Ульяйна. Сегодня их сотрудничество более неформальное. Бьернален хочет сократить круг людей вокруг себя, и он чувствует, что ему и Люнде нужно отдохнуть друг от друга. Улла больше не мой тренер, но мы все равно частично поддерживаем контакт. Улла-Люнде был для меня очень важной поддержкой в течение многих лет, говорит Ульяйна. Долгое время Ульяйна Бьернален был так силен на лыжне, что выиграл множество гонок, несмотря на то, что промахивался чаще соперников. Перед сезоном Олимпийских игр 2002 года все по-другому. После олимпийского золота в Нагана в 1998 году Ульяйнару не везло на трех чемпионатах мира подряд. Вся его добыча – одно серебро и две бронзовых личных медали. Слишком плоха стрельба. Люди начинают сомневаться в том, что норвежец может хорошо стрелять в важных гонках. После его июльского падения с велосипеда в Тоблохе, биатлонная сборная отправляется на трехнедельный тренировочный сбор в Болгарию. Июль сменяется августом, колено снова в порядке. И может быть тренировочный сбор был бы сейчас логичным продолжением? Наоборот. Ульяйнару нужно новое вдохновение. Вдобавок он чувствует, что ему снова надо пробудить вкус к жизни. Поездка в Болгарию на все готовое для этого не подойдет. Он идет своей дорогой, как и много раз до этого. Олимпийские игры в Солд-Эк-Сити пройдут на высокогорье, и Ульяйнар чувствует, что ему нужно больше высотных тренировок. Он собирает вещи и отправляется на высоту 3300 метров в Стельвию, в Италию. Натали, его любимая, остается дома. Ульяйнар совершенно один. И он отправляется туда, где говорят только по-итальянски, на языке, которым он не особо владеет. Туда, где нет телевизора и ни других благ цивилизации. Единственное, что тут в полном порядке, это лыжные трассы. Но зато они великолепны. Вернувшись к природе, предоставленной самому себе, Ульяйнар начинает свой собственный 10-дневный тренировочный сбор со своей видеокамерой. Он должен все делать сам. Он устанавливает видеокамеру на снег и носится на лыжах вперед и назад. Передвигает камеру и снова бежит. Так у него проходит день за днем. Он устает, как собака, делая все своими руками, но не собирается сдаваться. Он ставит щиты для стрельбы и развешивает мишени, словно эта тренировка перед чемпионатом мира в Ингроме. Спортивная база недалеко от Лилихаммера. В далеком 1977 году. Он сам приводит в порядок свое снаряжение и сам проводит пристрелку. Это ад одиночества. Но это обостряет чувства. Однажды к Ульяйнару приезжает гость. Итальянец Людвиг, старый друг семьи Сантер. Он живет недалеко от Стельвия и он приезжает сюда наверх, чтобы помочь Ульяйнару с пробами на молочную кислоту. Они тестируют уровень молочной кислоты в крови при разной скорости на лыжах. Важно проверять все показатели так часто, как только возможно. В один из дней в Стельвии Ульяйнар собирается провести тренировку, которую разработал для него Рольф Соттердаль, специалист по физической подготовке. Сложность только в том, что небо черным черно. Посреди тренировки начинает сверкать молния и греметь гром. Я никогда не видел такой погоды ни разу, ни до, ни после. Гром следовал за молнией и наоборот. Не было никаких перерывов и небо было насквозь наэлектризовано. Мне никогда в жизни не было так страшно, говорит Ульяйнар. Посреди этого ада в окружении гор выше 3300 метров Ульяйнар бежит на лыжах. Он говорит Людвигу, что хочет закончить тренировку, но итальянец лишь качает головой. Искр нет, это не опасно. Пока волосы у тебя на теле не встанут дыбом, все в порядке, говорит Людвиг. Ульяйнар не верит своим ушам. Ему страшно, и он думает, что итальянец ошибается. Еще через несколько минут грома и молний Людвиг и сам понимает, что продолжать невозможно. И он останавливает Ульяйнара, сворачивая его с лыжни домой. В таких ситуациях я никогда больше не буду никого слушать. Мне редко бывает страшно, но тут мне было так страшно, как никогда прежде в жизни, говорит Ульяйнар. Он решает присоединиться к команде в Болгарии. Будет здорово встретиться с остальными, посмотреть телевизор, потренироваться в команде и пожить нормальной жизнью. Вдали от одиночества, молний, грома и приятеля Людвига. Когда Ульяйнар приезжает в Болгарию, его товарищи по сборной собираются на юг. Им надоели сборы, им хочется свободы, тепла, они садятся по машинам и отправляются. В Болгарию Ульяйнар снова остается один. Я их не понял. Они сели в машины и потратили кучу времени ни на что. Было очень жарко, а в одной машине не было кондиционера. Они вернулись через 2-3 дня и были такими уставшими от поездки, что еще 2 дня они могли нормально тренироваться, говорит Ульяйнар. А сам он получил чудесные впечатления от природы, в том числе видел 70 диких лошадей в свободном беге во время трехчасовой тренировки. Красота природы словно зовет к работе. И в Болгарии действительно красиво. Перед ним 5 мишеней. Все они закрыты. Еще 5. И они тоже. Он улыбается. Начало сезона для Ульяйнара просто мечта. В декабре в австрийском Хохвицине он летает по лыжне и сразу доказывает всем, что падение с велосипеда в Тоблыхе не повлияет на олимпийский сезон. С чистой стрельбой он выигрывает в спринте минуту и одну секунду. И это победа с самым большим превосходством за всю историю Кубка мира. Только его олимпийская победа в Нагана, которой скоро 4 года, была более уверенной. Это просто-напросто отличная гонка. Он доволен в хорошем настроении и в этот день уделяет больше времени прессе. Днем позже он снова выигрывает. В драматичной гонке-преследовании, когда реакция Рогера Грубина, тренера по стрельбе спасает Ульяйнара от лишнего штрафного круга. Один из его выстрелов был отмечен как промах, хотя на самом деле выстрел был точным. Ульяйнар считает, что он на правильном пути. До начала Олимпийских игр 2 месяца. Там он не должен ошибаться. Похвастать особо нечем Ула. Ульяйнар отшвыривает винтовку и хмуро смотрит на Улу Люнды. Личный тренер Ульяйнара по стрельбе еще и комментатор телеканала НРК. Ну а оставим сейчас НРК. У его золотого мальчика проблема, а до индивидуальной гонки на Олимпийских играх меньше месяца. Люнда сразу понимает, что Ульяйнар серьезно заботится. Мастарс в Уберхофе был кошмаром. Всего 12 попаданий из 20 выстрелов. В течение сезона стрельба постоянно ухудшается. В Кубке мира у Ульяйнара 71% попаданий. У Пуаре, Люка, Ростовсова и Фишера от 80 до 90 и выше. Нужно что-то делать. Но что? Ульяйнар и Ула Люнды устраивают мозговой шторм. Олимпийская мечта удаляется. Это был кризис, не всякого сомнения, говорит Ульяйнар. Он чувствовал себя в идеальной форме перед гонками в Уберхофе. Чувствовал себя настолько хорошо, что опасался выступать. Может быть, в этом и было дело? Люнды и Ульяйнар изучают подготовку к сезону. Нет никакого сомнения, что они все сделали хорошо. Но стрельба ужасна и становится все хуже, хотя они и работают над этой проблемой. Ульяйнар решает, что у него в голове слишком много мыслей, когда он стреляет. Ты должен оставаться терпеливым и работать дальше над тем, что мы тренируем, – говорил ему Ула Люнды. Я это и делаю, как умею. Но это не слишком удачно, – отвечает Ульяйнар. Хорошо. Тогда мы сделаем по-другому, не так, как планировали, – заключает Ула Люнды. В итоге Ульяйнар отказывается от участия в гонках в Рупольдинге, несмотря на то, что ему не хотелось упускать биатлонную столицу Германии. Вместо этого он отправляется на высоту в Интерсельбу, в Италию. Он выключает телефон, сообщив через Харвар-Оле одного из олимпийских пресс-атташе, чтобы его не трогали. Он забирает из Тоблыха свою милую Натали с собой наверх и запирает винтовку в шкафу. Четыре дня Ульяйнар не трогает винтовку. Такого не было как минимум пять месяцев. Ульяйнар обходится со своей винтовкой, как с девушкой, с любовью и заботой, тепло и чутко. Но сейчас хватит. Пусть винтовка стоит в шкафу и киснет. Неделю в январе Ульяйнар и Натали проводят вдвоем в Интерсельве. Сам Ульяйнар приятно удивлен тем, что норвежская пресса с уважением отнеслась к его пожеланиям. В Интерсельве он совершает множество спокойных лыжных прогулок вместе с Натали. Они совершенно одни, холодно, январь, и мороз ощутимо обжигает скулы, когда они вдвоем идут по самым красивым окрестностям, какие только можно представить. Горы, долины, безоблачное небо и снежные ковры с лыжными трассами, которые похожи на трамвайные рельсы. Здесь красиво, словно во сне. С высоты 1600 метров из Интерсельвы они поднимаются на 2000 метров в шталер-затль. Две тренировки каждый день. Первая в темноте с фонарем на лбу, вторая при свете дня, когда вокруг все словно волшебное из-за снега. Ульяйнар и Натали видят, как снег и деревья сливаются в странные загадочные фигуры. Каждый, кто был в горах, знает, как это может быть. Трудно передать, насколько фантастичны были впечатления от Интерсельвы и окрестностей, говорит Ульяйнар. Вдобавок он ест много вкусной еды и смотрит целую кучу фильмов на DVD. Лучше всего идут захватывающие фильмы, триллеры. Они больше всего нравятся Ульяйнару, когда ему нужно как следует расслабиться. Это немного помогает. Настроение поднимается. Через несколько дней он снова достает винтовку. Ульяйнар ложится в подвале отеля Сантер в Тоблахе, стреляет и снова стреляет. Пятисантиметровый клочок бумаги с пятью мишенями маленькими, как горошины. Он стреляет много сотен раз. Медленно, но верно, точное чувство стрельбы к нему возвращается. И вовремя. На последней гонке перед Олимпийскими играми как раз в Интерсельве случается прорыв. Пятнадцать попаданий из двадцати возможных гонки на двадцать километров. Не фантастика, но уже и не кризис. И этого достаточно для второго места. Ко мне вернулось верное чувство, говорит он после гонки. Но в глубине души он по-прежнему ни в чем не уверен перед отъездом в Солтэк-Сити. В тренировочном дневнике у него написано о стрельбе. Важен процесс, не результат. И никаких комментариев о количестве попаданий. Это было бы слишком невеселое чтение. После золотого олимпийского спринта в Нагана 1998 года в голове Ульяйнара крепко засела мысль. Можно ли выиграть золото одних и тех же олимпийских игр и в биатлоне, и в лыжных гонках? Он знает, что быстро на ужне. Весной 1998 года в самолете по пути домой с гонки Кубка Мира он поделился этой мыслью с Якобом Люндом, руководителем Витву, компании-спонсора. «Я тут подумал об одной вещи», — сказал Ульяйнар. «Ведь в Солтэк-Сити будет лыжная гонка коньком на 30 километров. Я хочу там участвовать. Я верю, что можно выиграть золото и в лыжных гонках, и в биатлоне». Люнд загорелся этой идеей и сам добавил несколько добрых слов. Биатлонист в роли лыжника, и это отлично для него как для рекламодателя. Производитель лыж Ульяйнара компании «Росиньоль» была более скептична. «Идея прекрасна, но Росиньоль не верит в ее осуществимость. Они считают цель слишком высока, и это будет слишком трудно». «Они понимали, что я этого хочу. Но они думали, что участвовать в двух разных видах спорта почти невозможно», — говорит Ульяйнар. Мысль закрепилась. После того, как весной 1998 года на чемпионате мира по лыжным гонкам среди военнослужащих он побил всю лыжную элиту, за исключением итальянца Пьетро Пиллера Котрера, Ульяйнар решился. Он попробует завоевать медали в двух разных видах спорта. Что Ульяйнару нравится, так это пробовать сделать невозможное. В детстве Ульяйнар любил стрелять. Обычно он немного промахивался в ветреную погоду, а однажды он прострелил в большую дыру в бюстгальтере своей матери, который в тот день сушился в их саду в Семастранде. Порой это было чересчур. Ульяйнар и его брат Дак росли двумя сорванцами, которых нелегко было остановить. У Ульяйнара близкие и теплые отношения со своей семьей. Отец Ханса, мать Хельга – надежная поддержка для сыновей. И без этой поддержки Ульяйнар и его старший брат Дак вряд ли смогли бы достичь в своем виде спорта тех высот, что они хотели. 8-10 коров. Вот чем владела семья Бьерндаленов в Семастранде, когда Ульяйнар был ребенком. До роскоши было далеко. Зато когда у Ханса Бьерндалена было время, он водил своих детей на занятия спортом. И зимой, и летом. Был ли это футбол, или легкая атлетика, велосипед или лыжи – всем заправлял Ханс Бьерндален. «Именно отец научил меня кататься на лыжах. Он всегда интересовался спортом. И этот интерес только усилился с годами», – рассказывает Ульяйнар. Долгое время у семью Бьерндалена в Семастранде был только канал НРК, где биатлон комментировал Хелли, Кристиан Рике и юн Херви Карлсон. Но это было мало. Сейчас Ханс Бьерндален раздобыл спутниковую антенну. Он смотрит биатлоны, другие зимние виды спорта всегда, когда может, по Евроспорту и многим другим европейским каналам. Последние годы на пенсии довольно часто. «Отец живет и дышит биатлоном», – говорит Ульяйнар. «Он так заинтересован, как это только возможно. Мама Хельга – это совершенно другая история. Иногда и она тоже смотрит спорт по телевизору. Но, собственно, спорт ее не интересует. Она, как и многие другие старые добрые матери, озабочена тем, чтобы дети были накормлены и чтобы с ними все было хорошо. В 1995 году Ульяйнар занял отличное место, четвертое, в спринте на чемпионате мира в Рупольдинге. Это было его лучшее выступление на чемпионате за все время. Оба рубежа он отстрелял точно, но под конец ему не хватило сил, потому что он был нездоров из-за пищевого отравления. После гонки Ульяйнар позвонил своему отцу. Они болтали о гонке, о том, как близок был Ульяйнар к пьедесталу. И тут Ханс Бьерндален поинтересовался, как там русский биатлонист. Драчев. Гонщик, который ему очень нравился. Он выиграл, ответил Ульяйнар. И они заговорили о Драчеве. Но в Бьерндаленском доме два телефона, и в беседе прислушивалась мама, Хельга. Ее муж и сын по-прежнему говорили об этом русском победителе, и Хельга вклинилась в разговор. И это было в ее духе. Хрен с ним с Драчевым, что там с едой, хотела знать Хельга. Вот в этом вся мама. Она беспокоится не о том, о чем мы, а остальные. Когда дело касается спорта, у нее могут быть самые замечательные высказывания, говорит Ульяйнар и светло смеется. Ульяйнар часто звонит родителям. Пару раз в неделю он обычно на проводе. Так получается, у него нет возможности видеть их чаще. Хотя бывает, что отец или они вдвоем с мамой приезжают, чтобы посмотреть на него на соревнованиях. У него все время нечистая совесть перед семьей. Потому что редко получается приехать домой, когда 300 дней в году проводишь в разъездах. Но в семье понимают, что так надо. Когда Ульяйнар дома, он живет не в Симастранде, а в Биосине, под Тронхеймом. Причина проста. Местность вокруг Биосина отлично подходит для тренировок Ульяйнара. В детстве Ульяйнов больше любил заниматься гимнастикой. Он ходил по канату. Но дорога из Симастранда в Драме длинная, и пройтись там по канату можно только в мыслях. Вместо этого он балансировал на канате дома, в двух метрах над землей. Уже тогда у него были к этому уникальные способности. Сейчас он думает, что те детские занятия много дали для его хорошего равновесия на лыжной трассе. Он с кошачьей мягкостью танцует во время гонки, где других изматывает ритм и техника. А еще в детстве он был мастером по висению на спине у лыжников и биатлонистов. Ульяйнов подвешивался к кому-нибудь на лыжне и почти никогда не отпускал вперед. Несколькими годами позже Ульяйнов начал заниматься легкой атлетикой. Он занял третье место на чемпионате Норвегии, невзрослым разумеется, в беге на 3000 метров и по стадиону, и на пересеченной местности. Но занятия бегом оказались на ногах. И в 14 лет Ульяйнов заработал воспаление надкосницы. И на обеих ногах сразу. То же самое произошло и со старшим братом Дагом. Два брата и семастранды много тренировались вместе и в детстве Даг, который был почти на 4 года старше, был большим примером для Ульяйнера. Боль в ногах сильно мучила обоих братьев. Даг не видел никакого выхода, кроме операции. Хотя и знал, что если он ляжет на операционный стол, весь сезон пройдет без его участия. Ульяйнеру предстояло то же самое. Это было решено, но в последний момент он узнал о человеке по имени Ханс Андреасен. «Ты должен с ним поговорить», – услышал молодой Бьерн Далин. А еще с тех пор, как он был маленьким мальчиком, любопытство было его сильной стороной и слабостью. На этот раз он попал в цель. Ханс Андреасен был Бергенцем. И он был невыносимо упрям. А еще он был из тех, о ком говорят «чудо-человек» с теплыми руками. Долгое время Ханс Андреасен лечил Ульяйнера своими руками и после детальной работы с дыхательными упражнениями и альтернативных процедур научил его по-другому дышать. Ханс Андреасен сделал что-то с Ульяйнером. Воспаление прошло. И Ульяйнер избежал операции. Так он выгодил целый сезон в сравнении с братом Дагом, который должен был уйти под нож. Вмешательство в организм – это в любом случае нечто негативное. И уж лучше, чем реже это случается, тем лучше, думая Ульяйнер, ложась на массажный стол к Бергенцу. Ульяйнер Герндалин был навеки, благодарен Хансу Андреасену. Осенью 2001 года, дома в Беуссене, после пребывания на высоте во французском Тине, Ульяйнер чувствовал себя в нереально хорошей форме. Возможно, в лучшей, чем когда-либо. Он бегал и бегал среди болот по три-четыре часа. И не уставал. Он весь становился мокрым, шел сильный дождь, и мало-помалу он оказывался по колено в воде. Но это не играло никакой роли. Он выдерживал все это, бегая по болотам вокруг города. Сумасшедшие, прекрасные чувства. Но изматывающая тревога тоже давала о себе знать. Ульяйнер по опыту уже помню. Были периоды, когда все у него складывалось невозможно хорошо. Но тогда он часто заболевал или получал травму. И так появилось опасение быть в хорошей форме. Набрать форму относительно легко. Наоборот, труднее сохранить ее, говорит Ульяйнер. Та отличная форма, которую он чувствовал в Транхене осенью 2001 года, не должна была быть растраченной. А может быть форма могла бы стать еще на порядок лучше? Мысли пришли к его старому помощнику Хансу Андрессену. Бердалин и Андрессен устали друг от друга и долгое время не общались. Но сейчас Ульяйнер чувствовал, что упрямый бергенец ему нужен больше, чем когда-либо. Если кто-нибудь и может сделать, например, чтобы дыхание стало легче и бедра работали еще лучше, то это волшебник из Бергена. Ульяйнер мог бы улучшить его оборот кислорода легче дышать, быть не таким напряженным. И тогда ноги работали бы более экономно. Самым главным сейчас была первая лыжная гонка, предсезонный смотр в Бейтастолине. Это было важно. Хороший результат Бейта позволил бы Ульяйнеру отобраться на открытие сезона в финском Коопе. А там ему нужно быть, чтобы получить возможность биться за старт на Олимпийских играх еще и в лыжах. Где сейчас живет Андрессен? Как мне его выловить, думал Ульяйнер. Он начал обзванивать всех. И оказалось, что Андрессен после долгого пребывания на севере Норвегии обосновался в Гуле, в Бюскериде. Ненавижу северную Норвегию, там одна лишь темнота, говорил Андрессен по телефону. Он был не совсем в форме. Наверное, это все сигареты. Это от них он пострадал, думал Ульяйнер, слыша тяжелые кашель Андрессена на другом конце провода. Ульяйнер, Пьерн Даллен и Ханс Андрессен договорились о встрече. Ульяйнер стал третьим в Бейтастолине, следом за Ховардом Бьеркеле и Кристином Шелделем. Но впереди Томаса Альцгарда и Фруда Андрессена. Он отобрался на открытие Кубка мира по лыжным гонкам в финском Коопе. Руководитель биатлонной команды Эрленс Клоквик говорил, что Ульяйнер никогда не сможет стать олимпийским чемпионом в лыжных гонках. Но он получил возможность сам решать, где он хочет участвовать. В гонке Кубка мира по лыжам или в открытии биатлонного сезона в Гейла. Сам Ульяйнер никогда не сомневается, чего он хочет. Подтверждением этому стало его участие в Бейту. Ханс Андрессен смотрел гонку по телевизору. В деталях рассказал он Ульяйнеру, где и как тот упустил гонку, какие движения были неоптимальными и что нужно изменить в технике. Он все сказал точно, рассказывал Ульяйнер. Ханс Андрессен отыскал Ульяйнера в Бейта, работал с ним своими руками 4 часа и сказал. Нет никаких сомнений, что ты возьмешь олимпийское золото в лыжах, если хочешь. Многие пробовали работать со мной, применяя руки тем же способом, как делу Ханс Андрессен. Ни у кого не получилось. Я не знаю, что это. Но что-то в его руках есть, без сомнения, говорит Ульяйнер. Ульяйнер был скептично настроен, когда направился на первую гонку Кубка мира по лыжам, в копию. Лыжное общество известно как не особо открытое и не слишком уважительно настроенное к другим видам спорта. Биатлонисты и лыжники недолюбливают друг друга. Двоеборцы недолюбливают и лыжников, и прыгунов с трамплина. Как будто лыжные гонки – самый лучший вид спорта. Я думал, что на меня будут презрительно коситься, а вместо этого меня ждал отличный прием. И я попал в прекрасное общество, говорит Ульяйнер. Ему предстояло жить вместе с туром Арне Хетландом, парнем, с которым он был знаком и раньше. В 1991 году он выиграл у Хетланда во всех гонках и стал трехкратным чемпионом Норвегии по лыжным гонкам среди юниоров. О некоторых новичков в лыжном спорте он не знал. Тур Арна Хетланд – чемпион мира в спринте, но на Олимпийских играх он хотел бежать не только спринт, а и другие дистанции тоже. Мысичак Хетланд считал совершенно неправильным, что финишная прямая на лыжном стадионе в Олимпийском городке такая длинная, что ты рискуешь пару раз остаться совсем без сил, прежде чем приедешь на финиш. Ульяйнеру было хорошо в комнате с туром Арны Хетландом, а в лыжных гонках они давно на равных соперничали друг с другом. Бьерн Дайлен чувствовал небольшую неуверенность, когда стоял у стартовой черты в копию. Он одновременно симпатизировал Хетланду и ненавидел его. К смазчикам я тоже был заранее скептично настроен. В своем мозгу слегка параноидальном. Я думал, что они наверняка подготовят мне лыжи хуже, чем лыжникам, говорил Ульяйнер. Конечно, он ошибался. Получил очень хорошие лыжи, и гонка прошла так легко, как только было можно. Когда он пришел на финиш 10-километровой дистанции, впереди был лишь шведский король лыж Пьер Элловсон. Элловсон – человек, принявший эстафету у Бьерна Дели. Сочетая в себе силу и технику, он занял место лучшего в мире лыжного гонщика. Он – золотой фаворит, как минимум на одной дистанции на Олимпиаде. Элловсон выигрывал Улью Айнера несколько секунд, но Бьерн Даллин был горд своим выступлением. Он стоял после гонки, опираясь на палки, и увидел Бенгта Эрика Бенгстена, влиятельного руководителя ФИС, который шел к нему по лыжному стадиону. Ульяйнер взглянул на него и ждал основательного поздравления. Бенгстен приблизился, но смотрелся серьезным. Никакой улыбки, никакого блеска в глазах. Руководитель ФИС подошел прямо к Ульяйнеру, хлопнул его по плечу и сказал. «Хорошо, что с тобой справились». Ульяйнер взглянул на этого маленького седовласого человека. «И это все?» Руководитель ФИС стоит и злорадствует над вторым призером гонки Кубка Мира. Все предрассудки в один миг вернулись обратно. Ульяйнер разозлился. Он смотрел на Бенгстена в упор и потемневшими глазами. Ничего не говорил, только смотрел в упор. Значит, так и должно было быть. Шеф Лыжников в глубине души надеялся, что он, Ульяйнер Бьерн Айлен, проиграет. Значит, так боялись биатлонистов. Ха! Ульяйнер вышел из тени Бенгстена. Во всяком случае, он больше не заморачивается. У него есть на что потратить свое время, кроме таких типов, как Бенгт Эрик Бенгстен. Вместо этого он думал о своей гонке. Ульяйнер вдруг осознал, что он, в общем-то, и не устал. Наоборот, но чувствовалось, что работа ног и техника были на все 100%. Это была очень хорошая гонка. Вдобавок, он получил новую мотивацию продолжать дальше в лыжных гонках. Шведа по имени Бенгт Эрик Бенгстен. А встреч будет еще много. Во всяком случае, Ульяйнер на это надеялся. Ханс Андреасен, напротив, был недоволен гонкой Ульяйнера. Он считал, что верхняя часть тела у того была слишком напряжена. И Ханс тут же напросился к Ульяйнеру и Натали в Тоблах, в Италию, в декабре. «С тобой нужно поработать», – сказал Ханс Андреасен. В декабре Андреасен прибыл в гости. Все было славно, но в то же время не было сомнений, что его здоровье стало хуже. Оказалось, что у Ханса Андреасена рак. «Или был рак», – как он сам говорил. «Сейчас-то он здоров», – говорил он. Но Ульяйнер сомневался, ведь Бергенец был совершенно не из тех, кто постоянно жалуется. И все равно Ульяйнеру пришлось пригласить Ханса Андреасена в Тоблах. С этим строптивым стариком было сложно спорить. В Тоблахе Ханс Андреасен обрабатывал Ульяйнера своими руками несколько дней, пока однажды сам не смог подняться с постели. Хансу Андреасену стало заметно хуже. «Оставим это, Ханс, ты болен», – говорил Ульяйнер. «Черт бы все побрал», – отвечал упрямый Бергенец. После долгого лечения Ульяйнеру и Натали все равно пришлось поместить Ханса Андреасена в больницу в Италии. Он едва мог самостоятельно ходить. В больнице заключили, что он серьезно болен. У него рак. Ульяйнер беспокоился и проводил в больнице много времени. В то же время ему нужно было тренироваться. В основном за Хансом Андреасеном присматривали мать и сестра Натали. Без них Ульяйнер оказался бы в очень сложной ситуации. За два месяца до Олимпийских игр с тяжело больным человеком, за которого он отвечает, Ханса Андреасену нужно было бережно отправить домой в Норвегию. Его перевозили на машине для транспортировки больных. Но сначала Ульяйнер оформил медицинскую страховку для товарища. Он не терял времени даром. Надо было спешить, и Ульяйнер использовал весь свой авторитет, чтобы доставить Бергенца домой в Норвегию быстро и безопасно. Ульяйнер Бьерн Даллин и итальянская биатлонистка Натали Сантер, которая на два года старше него, вместе с весны 1998 года. Это была любовь с первого взгляда. Словно волна с песчаного итальянского берега, Натали влилась в жизнь Ульяйнера. «В Натали я нашел девушку, с которой я знал, смог бы жить вместе, разделить остаток моей жизни и, похоже, создать семью», — говорит Ульяйнер. Он признается, что поначалу в отношениях с его родителями были некоторые проблемы. Не потому, что Ханс и Хильго не любили Натали, а потому что они, как и многие люди их возраста, не понимали ни слова, ни по-английски, ни по-немецки. А тут сын приехал домой с девушкой из Италии. Возникла небольшая проблема. Никто никого не понимал. Нет никакого сомнения, они были немного скептично настроены, — говорит Ульяйнер. Но теперь все в порядке. Натали выучила норвежский. Она понимает почти все, и сейчас она неплохо говорит по-норвежски. Натали стала частью этой семьи. Все те, кто видел Натали и Ульяйнера вместе, отмечают одно и то же — уважение, любовь и дружбу. Это видно по взглядам, по движениям и по манере общения. Они очень и очень ценят друг друга. Сейчас они обручены. Они большую часть времени живут вместе, и у Натали в Тоблыхе и в квартире Ульяйнера в местечке Биосен под Транхеймом. Натали полагает, что они поженятся в 2003 году. Ульяйнер лишь посмеивается и отмахивается. Но он подтверждает, что они сделают это, когда придет время. У Натали сумасшедшая сила. Мне кажется, я никогда не встречал человека, в котором так много энергии. Натали никогда не бывает уставшей. У нее не бывает плохого настроения. У нее редкая работоспособность. Для меня она пример. Я многому научился у нее, особенно тому, что касается настроя и воли. Здесь парням всегда есть чему поучиться у девушек, думает Ульяйнер. У Натали есть шрамы на лбу, на руке и на кисти. Восемь лет назад она попала в аварию в Бельгии. Сразу после Олимпийских игр в Лилихаммере Натали оказалась между жизнью и смертью. Я мало что помню из этого, говорит Натали. Машина словно пошла кругом. Я оказалась в больнице и выписали меня нескоро. Шел дождь и было скользко. Но бывали я на грани жизни и смерти. Я слышала, что папа так говорит, но мне не верится. Тоблах – католическое местечко. На одном домике неподалеку нарисована картина. Ангел с маленьким ребенком на коленях. Снизу надпись – Натали. Это ангел-хранитель, а ребенок – я. Так делают католики, рассказывает она. Папа Герберт отблагодарил ангела-хранителя. В Тоблахе думают невероятно, что Фрэкин Сантер выжила. Это чудо. После этого и появилась роспись на стене дома. Семья Сантер живет на высоте 1200 метров, а тренируется часто и того выше. Уляйнер быстро заметил разницу между тренировками на высоте и привычными ему занятиями на равниной местности. Я уставал до звона в ушах. Натали лишь ухмылялась. Она сказала, я должен понять, что тренироваться на высоте – это совсем другое, говорит он. На это ушло время. Но теперь постоянные тренировки в Интерсельве принесли Уляйнеру много пользы. Он переносит высотные тренировки лучше, чем большинство его соперников. Раньше Уляйнер никогда не понимал, почему он порой чувствует себя уставшим, когда просыпается по утрам. Он лишь принимал как факт, что он не в ударе, и устраивал себе спокойный день без напряженных тренировок. Встретив Натали, он научился кое-чему новому одной хитрости, чтобы обмануть лень. Если ты просыпаешься по утру разбитым, нужно задать себе три вопроса. Может, я мало спал? Если так, никакое это не оправдание. Поспать можно и завтра. Может, я не в настроении? Если это так, то тоже нет никаких оправданий, чтобы не подниматься и не идти на тренировку. Может, я вчера перетренировался? Если это верно, то нужно подниматься. Но на сегодня сделать нагрузку вдвое меньше вчерашней. Натали отлично умеет осуществлять задуманное. Она сознательная и уверенная, и этим заразила меня. Я многому научился у Натали. У нее нереальная сила воли, говорит Уляйнер. Он считает, что многими своими достижениями последних сезонов он обязан тому, чтобы в его жизни появилась Натали. Со мной не так-то легко жить, когда я готовлюсь к важным соревнованиям. Но Натали понимает меня, потому что и сама она живет этой же жизнью. Она понимает меня, как никто другой из всех, кого я знаю. Для Натали другие важнее, чем она сама. Теперь, прожив вместе с ней несколько лет, это я точно знаю. Она для меня самый близкий человек, и любимая, и друг. К тому же у нас много общих интересов. Девушка с другими взглядами и пониманием моей жизни, не как Натали, вряд ли смогла бы ужиться со мной. Натали Сантер хорошо выступала во времена Олимпиады в Лилихамере. Ее карьера во многом словно прямая противоположность карьере Уляйнера. Сначала успех, потом неудача. Сама она объясняет это частой сменой тренеров. Сейчас Натали всерьез задумалась о смене гражданства на норвежское. Возможно, Норвежская федерация биатлона должна отнестись к этому серьезно? Ведь Левгрета Шелбрид Пуаре ждет ребенка. И на счету каждая хорошая эстафетчица. Редактор субтитров А.Семкин